МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Индекс программа ПОСФАКТУМ. Мы расскажем о том, что произошло в нашем регионе за последнее время. И начнем сегодня с пожаров. В Баранчах сгорел погрузчик. ЧП произошло вечером 10 мая на улице Вельчковского. Загорелся грузовой автопогрузчик Амкадор 2011 года выпуска. Спецтехника зарегистрирована на балансе одного из частных предприятий. В результате пожара погрузчик уничтожен огнем. Кроме того, повреждено 12 кубических метров бревен, погруженных на спецтехнику. Во время происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. 15 мая в половине третьего ночи в переулке Промышленном в Баранчах произошел пожар в блочном хозяйственном строении. Огнем повреждено все имущество внутри здания. Причина пожара устанавливается. В связи с продолжительной сухой погодой на Брещене в 90% лесов сохраняется высокий класс пожарной опасности. Так, с начала 2019 года в регионе зарегистрировано 128 случаев возгорания в лесах. Третий и четвертый класс пожарной опасности установился практически на всей территории области. Под исключением попали Драгичинский, Ганцевичский и Барановичский районы. Там планируется в ближайшее время снять запрет на посещение лесных массивов. Сейчас табу снято в четырех областях Беларуси – Гомельской, Могилевской, Витебской и Минской. В связи со сложной пожароопасной обстановкой на территории всей страны гора и с полкомами был введен запрет на посещение лесов. В Брестской области табу начало действовать с 26 апреля. Сейчас в четырех областях Беларуси – в Гомельской, Могилевской, Витебской и Минской – запрет на посещение лесных массивов снят. На Гродничине и Брещине его пока не собираются отменять. Напряженная пожарная ситуация случилась из-за недостатка зимней влаги и отсутствия осадков весной. В Брестском регионе с начала года зарегистрировано 128 случаев возгораний в лесах. Для того, чтобы проинформировать население, спасатели проводят комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и гибели людей от них. Сотрудники ГРОЧС и Барановичского лесхоза провели рейд по лесам района. Несмотря на то, что по части района прошли кратковременные дожди, пожарная опасность остается в довольно высоком уровне. В соответствии с этим, несмотря на наличие влаги на части территории, запрет на посещение лесов действует. И большая просьба поддержаться от посещения лесов, учитывая погодные условия, до наступления устойчивой дождливой погоды. В противном случае вы можете подвернуться наказанию административному по статье 15.29 за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на торфянников, вплоть до 50 базовых плечей. 24 апреля в Леснянском лесничестве был пожар. Он погубил более 6 гектар леса. Поврежден растительный покров и деревья до 8 метров ввысь. На территориях, относящихся к Барановичскому лесхозу, в тот день огонь повредил 15 гектар леса. Людей это не останавливает. За время рейда об опасности административной ответственности за нахождение в зеленой зоне были предупреждены более 10 человек. Причиной лесных пожаров часто становится незатушенная сигарета, оставленный отдыхающий метлеющий костер. Солнечную погоду достаточно даже стеклянной бутылки, брошенной на поляне. С наступлением весны спасатели очень часто выезжают на ликвидацию возграний сухой растительности. Уже с начала пожароопасного периода, который начался у нас в начале марта, спасатели выезжали на ликвидацию таких возграний 57 раз. С начала пожароопасного периода к административной ответственности были привлечены 19 человек за разжигание костров с нарушениями правил пожарной безопасности. Вообще есть требования правил пожарной безопасности, некоторые условия, согласно которым человек может разводить костер на своих пересадебных участках. Для этого необходимо, чтобы соблюдалось расстояние 10 метров от зданий и сооружений, 20 метров от лесополосы, 30 метров от скерт сена и слома. Место, где человек разводит костер, должно быть по периметру окопано. Рядом должны находиться первичные средства пожаротушения. Во время рейда все находящиеся в лесу Барановичского района люди были предупреждены об опасности и незамедлительно, собрав рыболовные снасти, покинули запретные зоны. 14 мая сотрудниками ГАИ УВД Брестского облсполкома на 73-м километре трассы М1Е30 Брест-Минск границы Российской Федерации был остановлен автомобиль «Вольво», за рулем которого оказался 30-летний житель Барановичей. У госавтоинспектора вызвало подозрение физическое состояние водителя. Ему предложили пройти медосвидетельствование. По результатам стало ясно, что молодой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Зафиксировано 3,6 промилле алкоголя. На нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 18.16 КОАП управления транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, что влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин. С лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года. После составления административного материала водитель уснул. Днем 10 мая в 14.10 произошла автомобильная авария на автодороге М1Е30 Брест-Минск, граница Российской Федерации. В результате попутного столкновения автомобилей погиб водитель Форд Скорпио, второй находится в больнице. По предварительным данным, 46-летний водитель, управляя автомобилем Форд Скорпио, двигался по крайней левой полосе в направлении из Бреста к Минску. На 157-м километре он совершил попутное столкновение с автомобилем Мерседес. Им управлял 51-летний мужчина, который на транспортном средстве осуществлял работы по покосу травы на разделительной полосе автодороги. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб на месте водитель автомобиля Форд Скорпио. Другого водителя с различными травмами госпитализировали в больницу. В восточном микрорайоне на улице Энтузиастов 32-летняя женщина выпала с балкона 4-го этажа дома номер 56. Пострадавшая госпитализирована. Несчастный случай произошел 8 мая около 17.30. В дежурную часть Баранжского ГОВД позвонили очевидцы и сообщили, что с балкона многоэтажного дома выпала женщина. На место происшествия незамедлительно выехала следственная оперативная группа. Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую в городскую больницу. Баранжский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Предварительно установлено, что в отношении женщины противоправные действия не совершались. С заявлением о краже из гаража в милицию обратился 47-летний житель города Барановичи. Из гаража потерпевшего, расположенного на улице 50 лет в ЛКСМ, злоумышленники похитили имущество в общей сложности на 552 рубля. Это комплект дисков с шинами, ящик с набором ключей, головок, бушлат, телескопическую удочку и другие вещи. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В сарае жительницы Барановичей нашли целый склад боеприпасов. Вечером 27 марта сотрудники милиции во время обыска хозпостройки в одном из дворов деревни Деревная Барановичского района нашли 8 патронов 30-мм калибра и 20 патронов калибра 7,62. Сарай, в котором найдены боеприпасы, принадлежит горожанке 1977 года рождения. По результатам проведенной экспертизы, все патроны оказались пригодными для стрельбы. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил в отношении горожанки уголовное дело по части 2 статьи 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 11 мая при проведении земляных работ в деревне Торчице обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. В этот же день в деревне Перховичи нашли 82-мм корпус от минометной мины. Боеприпасы уничтожили привычное место происшествия специалисты саперно-пертехнической бригады воинской части 7404. Это все, что мы хотели рассказать. Оставайтесь с нами и берегите себя.